МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Говорит и показывает город-герой. Севастопольское информационное бюро. Первые новости города. В студии Марина Иванова. Здравствуйте. Вопрос субсидий на оплату коммунальных услуг вынесли на обсуждение в правительстве России. Премьер-министр страны Михаил Мишустин в ходе встречи с секретарем Генсовета партии «Единая Россия» Андреем Турчаком отметил, что целью данной меры поддержки является помощь людям в непростое время коронавируса. Она была запущена в декабре прошлого года по итогам социального форума партии. Эта субсидия представлялась людям старшего поколения. Вы знаете, мы продлили соответствующий беззаявительный порядок на квартал. И здесь партия очень серьезно поработала, помогла нам сформулировать правильно все необходимые подходы и меры. Кроме того, Мишустин и Турчак затронули тему дистанционной продажи безрецептурных лекарственных препаратов. Но что очень важно сегодня, когда изменения в закон, которые мы также с вами обсуждали, прошли общественные слушания, и что еще более важно, чтобы не допустить как роста цен, так и получения контрафактной продукции. Потому что когда человек будет заказывать дистанционно, в этом смысле очень много рисков того, что, ну скажем так, могут недобросовестные участники рынка этим воспользоваться. Уверен, что при активном общественном обсуждении, при участии партии все это мы сможем преодолеть. Еще один вопрос на повестке встречи. Страхование тех, кому непосредственно приходится работать в условиях риска заражения коронавирусом. Это страхование от ковида учителей и немедицинских работников, которые трудятся в ковид-госпиталях и непосредственно соприкасаются с больными. Ну, это обслуживающий персонал, это те, кто отвечает за жизнеобеспечение госпиталей. Здесь мы также, Михаил Владимирович, рассчитываем на вашу поддержку. Инициативу выплатить по 75 тысяч рублей жителям осажденного Севастополя к 75-летию Великой Победы поддержали в Единой России. С подобным предложением региональное отделение и руководство Совета Ленинского муниципального округа обратились к председателю партии Дмитрию Медведеву в ходе второго социального онлайн-форума. У нас родилось предложение изыскать возможность и выплатить жителям осажденного Севастополя эти деньги. И в связи с этим мы обращаемся к Дмитрию Анатольевичу с огромной просьбой поддержать наше предложение. По мнению Ларисы Мельник и Алексея Савченко, цитата, «Это будет справедливо по отношению к нашим мужественным землякам. Ведь их осталось всего 1096 человек». Напомним, в марте 2020 года секретарь Севастопольского регионального отделения партии «Единая Россия» Михаил Развожаев на встрече с главой государства выступил с предложением присвоить статус жителям осажденного Севастополя ветерана Великой Отечественной войны. Владимир Путин поддержал его инициативу. Законопроект был принят Госдумой и подписан президентом в декабре минувшего года. Иск директора музея-заповедника Херсонес-Таврический Елены Морозовой к режиссеру Андрею Маслову начнут рассматривать 3 февраля. Первое заседание состоится в 15.00 в Гагаринском районном суде, сообщил новостной портал «Форпост». Как уже сообщалось ранее, поводом для судебного разбирательства стали критические публикации севастопольского режиссера о преобразованиях и новодельных объектах в Херсонесе, которые Елена Морозова сочла порочащими ее честь и достоинство. Андрей Маслов узнал об иске в конце декабря прошлого года. Далее цитата. «Она прислала мне свой иск вместе с лингвистической экспертизой. Но это просто детский сад. Там нет как таковых оскорблений. Даже более того, ее фамилия не произносится», пояснил Андрей Маслов. Монтаж металлических конструкций и деревянных настилов вблизи древнего городища начался на территории Федерального музея-заповедника в октябре 2020 года. Это вызвало общественный резонанс. Против такого благоустройства выступали депутаты, журналисты, ученые и бывшие сотрудники учреждения. О важности сохранения аутентичности исторического объекта писал и Андрей Маслов. На момент подачи документов в суд директор музея-заповедника Херсонес-Таврический Елена Морозова от комментариев по ситуации с иском к Маслову воздержалась, уточняет Форпост. На улице Суворова на городском холме начался капитальный ремонт проезжей части и пешеходной зоны. В группу, которая будет наблюдать за работой строителей, вошли специалисты Департамента транспорта и подрядной организации. Депутат Законодательного собрания Севастополя Татьяна Щербакова, глава Ленинского муниципалитета Максим Мишин и заместитель председателя регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Степан Самошин. Однако в рабочую группу не вошли жители самой улицы Суворова, у которых есть свое видение будущего облика исторической улицы. Зимой одна из старейших центральных улиц Севастополя Суворова не может похвастаться убранством, но летом эта латинистая улица на городском холме утопает в зелени деревьев. Большинство из них – старожилы, пережившие бомбёжки во время Великой Отечественной войны. Это своего рода достопримечательность улицы, считают местные жители. Теперь они под угрозой. Корни некоторых сафор сейчас выступают на тротуар. Это может помешать строителям при укладке плитки. Преподаватель Севастопольской художественной школы Виталий Либо, живущий в этом районе, переживает за судьбу деревьев великанов. Ведь их могут попросту спилить, а не увеличить ширину клумб для сохранения сафор. Общественник уже собрал сотню подписей и направит коллективное обращение к губернатору Севастополя. За сохранность деревьев подписались местные жители, преподаватели, расположенные здесь в первой гимназии, депутат законодательного собрания Вячеслав Горелов, заместитель председателя регионального отделения ВАОПИК Степан Самошин, директор драматического театра имени Луначарского Ирина Константинова, а также специалисты Института биологии Южных морей. Мы абсолютно 100% уверены, что Михаил Владимирович отреагирует на наше обращение и обратит еще особое внимание, сам пройдется по улице и посмотрит здесь все деревья и тоже так же, как и мы, будет беспокоиться об их судьбе. Очень жалко, вот единственное, очень жалко, что когда создавали наблюдательный совет по улице Суворова во время ремонта, то не включили сюда ни одного местного жителя. Из жителей улицы Суворова и улицы Советской, вот жителей центра, там ни одного человека. Вот почему такое произошло, когда говорится, что вот мы будем прислушиваться к мнению общественности. Деревья на улице Суворова обследовали в прошлом году, говорит Виталий Либо. Тогда специалисты отметили те, что должны пойти под снос и под частичную обрезку веток. Сафоры с красными горизонтальными линиями запланировано спилить, а с белыми вертикальными – кронировать. Таких большинство, говорит общественник. Но горожане хотят видеть полный проект капитального ремонта улицы, который должен быть опубликован, как и обещали власти города. Жители почему беспокоятся, в чём беспокойство? Что вот каждый житель хочет узнать, какие именно деревья будут спилены. То есть какие-то деревья будут убраны, мы точно это знаем. Вот одни говорят 4 дерева, другие говорят 5 деревьев. Вот сегодня мне написали, что 6 деревьев. И это не придирки со стороны местных жителей, это просто нормальный, совершенно естественный интерес. Какие именно деревья будут спилены. То есть желательно увидеть порубочные листы до начала проведения ремонта, и тогда может быть какой-нибудь диалог возникнет. В начале улицы Суворова ремонт уже начался. Во время снятия старых бордюров строители повредили несколько деревьев. Общественность беспокоится, что насаждения могут погибнуть из-за действия бактерий и насекомых. Чтобы узнать, представят ли общественности проект капитального ремонта одной из старейших улиц Севастополя, мы направим информационный запрос в Департамент транспорта и развитие дорожно-транспортной инфраструктуры правительства города. Маргарита Борисенко, Александр Усич, Севинформбюро. Галька вместо резинового покрытия. Такое решение теперь можно увидеть на детских площадках в трех недавно обновленных севастопольских скверах. Большинство родителей не слишком довольны выбором материала, о чем граждане сообщили редакции независимого телевидения Севастополя. Насколько функционально покрытие и будут ли подобные детские пространства появляться в Севастополе и дальше в следующем материале. Разноцветная галька вместо черной резины. Такое решение теперь можно увидеть на детских площадках в трех недавно обновленных зеленых зонах. В сквере имени Бузина, у Дворца культуры рыбаков и у школы номер 45. С первого взгляда новый материал может показаться хорошей идеей. Во-первых, красивее с эстетической точки зрения. Во-вторых, дополнительный источник развлечений для детей. Малышам будет интересно покопаться в камнях лопаткой или просто перебирать руками, развивая мелкую моторику. Но уже через несколько дней эксплуатации новых детских пространств у родителей стали появляться претензии. Особенно явно минусы гальки становятся видны во время плохой погоды. Небольшой дождь и покрытие становится грязным и мокрым. Даже оставляет оранжевые следы на руках и обуви. А ведь малыши, к тому же, большие любители попробовать на вкус маленькие предметы. Так что к функциональности такого покрытия действительно возникают вопросы. Грязь, которая остается на руках сейчас, в летнюю погоду превратится в пыль, которой будут дышать дети. А в особо жаркие дни камни, как на пляже, будут накаляться. Так что гулять на площадках и вовсе станет невозможно. Уже сейчас родители не всегда готовы отправиться с детьми на такие площадки. Детки играют с родителями, приходят, поэтому родители измазывают свою обувь, она становится рыжей, грязной. И пойти куда-то в город уже в этом будет стыдно. Поэтому я больше зарезиновая, но мягкая и немного ароматизирует при падении ребенка. Кроме того, галичное покрытие требует дополнительных усилий от коммунальщиков. Ведь мелкие элементы легко разносятся за пределы самих площадок. Однозначно будут восстановления этого всего, то есть поддержание того объема, который необходим для этого. Да, есть вопросы в части животных, но здесь нужно смотреть и за хозяевами, которые выгуливают свое животное в общественном поместье. Говорим о том, что, во-первых, надо убирать за животными, следить. Родители также высказываются о травмоопасности галичного покрытия. Оно, вопреки заверениям чиновников, не соответствует законодательным нормам. Так, согласно ГУСТу Р-52-169-2012, разрешен размер частиц гравия от 2 до 8 мм. Камни на севастопольских площадках же гораздо больше и достигают нескольких сантиметров. Проекты с использованием этого покрытия были утверждены еще несколько лет назад. Как известно, большинство планов по благоустройству, реализованных в ушедшем году, были созданы заранее, еще в 2018-м. Переделывать десятки документов никто не стал. Эти проекты 2018 года, которые соответствуют гастированию, значит, с применением вот этой мелкой гальки. То есть, мы эту практику заканчиваем, соответственно, будем ее реализовывать уже в части резинового покрытия. По словам Евгения Горлова, из примерно 50 детских площадок, оборудованных в городе в 2020 году, подобное покрытие можно найти только на трех. Продолжать использовать гальку и дальше пока не планируют, но и переделывать площадки, которым не посчастливилось стать экспериментом проектировщиков, к сожалению, не будут. Останется ли покрытие пригодным для использования через несколько лет после эксплуатации, покажет время. София Драговозд, Дмитрий Фомин, Александр Устич, Севенформбюро. Севастопольский благотворительный фонд помощи бездомным животным создаст в городе экстренную службу спасения животных. Новый проект намерены реализовать в апреле нынешнего года. Подобных служб в городе Севастополь никогда ранее не существовало. Не только в Севастополе, но и такие службы по России, это очень большая редкость, и все они носят частную основу. Однако за рубежом такие службы существуют уже десятилетиями, и сама необходимость существования подобных служб сомнений никакого не вызывает. Средства для реализации проекта были выиграны Севастопольским благотворительным фондом помощи бездомным животным в конкурсе президентских грантов. Наша заявка была поддержана. Сумма реализации проекта чуть менее трех миллионов. В экстренную службу спасения животных сможет обратиться любой житель города, обнаруживший животное, которому необходима помощь человека. В ветеринарной клинике попавшим в беду братьям нашим меньшим будет оказана первая медицинская помощь. Мы говорим о тяжело травмированных животных, нуждающихся в срочной медицинской помощи, либо животных, попавших в ловушки городской среды, из которых у них нет возможности выбраться самостоятельно без помощи человека. Подробнее о предстоящей деятельности экстренной службы спасения животных Ирина Коробова расскажет в новом выпуске программы «Актуальное интервью». В Севастополе временно приостановлена работа парома. 27 января с 10 до 17 часов отменяется паромное сообщение между артиллерийской бухтой и северной стороной. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры правительства города. Уточняется, что причина временной отмены парома – водолазные работы по обследованию дна бухты. Работы проводятся в рамках подготовки к реконструкции причалов. Катера продолжат работу по расписанию. С 28 по 30 января в Республике Крым объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону. Прогнозируется похолодание на 8-10 градусов, снег, мокрый снег, местами очень сильные осадки, гололедные изморозевые отложения, налипание мокрого снега. В данных условиях мы прогнозируем возникновение происшествий, связанных с ДТП, возможные заторы на автомобильных дорогах, возможные затруднения транспортного сообщения, аварии на объектах ЖКХ и энергетики. Кроме того, в чрезвычайном ведомстве предупреждают жителей полуострова об усилении ветра. 28 и 29 января его скорость может достигать 20-25 метров в секунду. Сотрудники МЧС рекомендуют крымчанам ограничить использование личного транспорта, воздержаться от выхода в открытое море и прогулок по горно-лесной местности. При возникновении происшествий гражданам следует оперативно сообщить о случившемся спасателям по телефонам 101 и 112. В Нахимовском и Балаклавском районах Севастополя нашли более сотни снарядов и патронов времен войны. Взрывотехники инженерно-технической группы ОМОН Росгвардии в течение дня провели их обследование, сообщает пресс-служба ведомства. Специалисты получили информацию о том, что в ходе земляных работ в поселке Учкуевка строители нашли предмет, похожий на старый боеприпас. Прибывшие на место взрывотехники установили, что это 76-миллиметровый артиллерийский советский снаряд. Спустя несколько часов сотрудники ОМОН «Беркут» получили новое сообщение, что при подобных обстоятельствах в одном из садовых товариществ Балаклавы рабочие обнаружили подозрительный предмет. Росгвардейцы идентифицировали его как 82-миллиметровую мину, которая, несмотря на следы коррозии, не утратила опасных качеств. Следующий вызов поступил также из Балаклавского района. При благоустройстве подъездных путей к парку «Патриот» строители и местные жители обнаружили в земле предметы, похожие на боеприпасы. Позже сотрудники инженерно-технической группы ОМОН Росгвардии выехали в поселок Орловка, где поисковики в районе разрушенной 10-й батареи береговой обороны обнаружили 6 76-миллиметровых снарядов и противотанковую гранату. С соблюдением мер безопасности специалисты Росгвардии организовали временное оцепление всех мест обнаружения боеприпасов до прибытия спецтранспорта МЧС. Новые способы противостояния беспилотным летательным аппаратам отработали военнослужащие России во время учений в Челябинской области. За военно-техническим экспериментом наблюдал командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин, сообщает «Звезда». Учения провели с целью определения оптимального состава сил и средств группировки для достижения наибольшей эффективности в борьбе с беспилотниками. В составе сводной тактической группы впервые работали вместе специалисты противовоздушной обороны и войск радиоэлектронной борьбы, аэрозольного противодействия и радиоразведки. Военнослужащие отработали три тактических эпизода. В первом разведка обнаружила частоты управления дронами и передала их специалистам РЭП, которые подавили каналы связи и не дали беспилотникам даже взлететь. Во втором случае расчеты зенитного ракетного комплекса ТОР-М1 условно уничтожали летательные аппараты на малых и предельно малых высотах. А в третьем эпизоде беспилотники не смогли разведать местность из-за того, что военные аэрозольного противодействия с термодымовой аппаратурой скрыли позиции, как в видимом, так и в инфракрасном диапазонах. В учениях участвовали более 500 военнослужащих и около 50 единиц техники, в том числе станции подавления радиоэлектронной борьбы Поля-21, Житель, Свет, Кау, радиоэлектронные станции П-19, Дунай, Необий. В роли беспилотника выступили аппараты Тахион, Застава и Орлан-10. А к этому часу все. За развитием событий следите вместе с выпусками Севинформбюро. Телефон редакции 59-00-60, а также мобильный. Плюс 7-978-931-31. Уточнить информацию или же оставить свою вы можете на нашем сайте ntsdfiz.tv.com. Ждите новостей. До встречи. Хорошего дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова